Huawei привезла в Россию доступные смартфоны с OLED-экраном. Пора обновляться, гаджеты наука и техника. 11 часов 07 минут, 26 мая 2020 года вышли на замену Huawei привезла в Россию доступные смартфоны с OLED-экраном. Пора обновляться. Фото Павел Ткачук 26 мая в России начинается предзаказ доступного молодежного смартфона. Huawei IT. А всего компания привезет три новых девайса, которые отличаются друг от друга ценой и некоторыми характеристиками. Самый навороченный. Huawei IT. Оснащен OLED-экраном и продвинутым набором камер. Он уже доступен для предзаказа, а две другие модели у i5P и у i6P выпустят на рынок 5 июня. В материале ленты, ру причины заменить старое устройство. Сила цвета слова молодежный в позиционировании линейки подразумевает, что смартфон должен быть ярким или как минимум необычным. Так и произошло. На задней крышке нанесен градиент из светло-голубых оттенков, которые переливаются, если покрутить девайс вблизи источника цвета. Еще есть варианты в полночном черном цвете и изумрудно-зеленом, однако последний доступен только при заказе в онлайн-магазине. К слову, похожая палитра была у флагмана. 2LT Pro. Но новинки немного отличаются дизайн края задней поверхности, имеют симметричный изгиб, так называемый арочный. Отдельного внимания заслуживают компактные габариты устройства, его максимальная толщина составляет 7,7 мм, а вес 163 грамма. Фото на флюовый вакей. 1-дробь-5 широкоугольный объектив нужен для того, чтобы в кадр попадало как можно больше деталей. В нашем случае камера на 8 мегапикселей захватывает примерно 120 градусов. Разницу между кадрами основного сенсора и ширика можно увидеть ниже. И напоследок примеры того, как. Флюовый вакей. Делает портреты людей с эффектом боке. Примечательно, что функция корректно работает не только днем, но и при слабом освещении. Полное погружение дисплей едва ли не важнейшая составляющая смартфона. Новый UI 8P производители оснастили большим 6,3-дюймовым экраном с разрешением Full HD и матрицей OLED. У него тонкие рамки по периметру, а вместо челки здесь небольшой каплевидный вырез. В него встроен сканер отпечатков пальцев нового поколения. Скорость разблокировки увеличена по сравнению с прошлогодними моделями линейки. Из дополнительных фишек стоит отметить поддержку. Always-on-Display. При желании можно вывести на спящий экран время, дату и уведомления. Так как дисплей выполнен по технологии OLED, эта функция практически не будет сажать батарею. Еще смартфон позволяет включить темный режим все темы оформления в стандартных приложениях, и поддерживаемых сторонних, автоматически перекрашиваются в черный цвет. Фото повел ткачу к большой фотоальбому флагмана линейки. Большое хранилище, девайс, имеет 128 гигабайт внутренней памяти на борту. Такого запаса достаточно для того, чтобы хранить сотни и даже тысячи медиафайлов фото, видео и музыку в высоком качестве. Если вдруг не хватит, можно расширить объем флеш-накопителя с помощью карты объемом до 256 гигабайт. Телефон также получил 4 гигабайта оперативной памяти. Благодаря оптимизации прошивки ЭМИ этого хватает для быстрой и безотказной работы смартфона. Также с этим помогает система EROVS, которая экономит потребление АЗУ, увеличивая скорость чтения данных, и соответственно избавляя от подтормаживания системы. Вместе с тем в новых смартфонах предустановлены фирменные библиотеки музыки, книг, видео, а также магазин приложений. Где можно скачать популярные сторонние сервисы. С предзаказом у i8p пользователи получат в подарок фитнес-браслет и расширенную подписку на популярный музыкальный сервис. С утра и до поздней ночи. Фото, Павел Ткачук при этом у младшей модели у i6p батареи еще больше. Заряда на 5000 мАч хватит на 20 часов веб-серфинга, 32 часа воспроизведения видео или 36 часов в режиме звонка. А еще этот телефон может работать в качестве пауэрбанка, то есть он позволяет заряжать от себя другие мобильные устройства вроде беспроводных наушников и смартфона. Ниже рынка главным фактором для покупки смартфона остается его цена. Что касается у i8p, производители просят за новинку почти 17 тысяч рублей. За эти деньги пользователь получит яркий дизайн, большой OLED, экран, тройную камеру, емкую батарею, возможность оплачивать покупки бесконтактно с модулем NFK и объемное хранилище. При желании можно еще сэкономить и выбрать одну из младших моделей линейки у i6p или у i5p. У первого тоже тройной объектив, но основные широкоугольные сенсоры имеют разрешение 13,5 мегапикселей, а объем внутренней памяти вдвое меньше. Экран такого же размера и разрешением HD. Модуль NFK также в наличии, а еще батарея на 5000 мАч. Этот девайс доступен по предзаказу почти за 11 тысяч рублей. У самой доступной модели у i5p диагональ дисплея меньше, чем у старших братьев, это 5,45-дюймовая LCD-панель с разрешением HD-девайс, имеет одинарную камеру на 8 мегапикселей и батарейку на 3020 мАч. На флеш-накопитель помещается 32 гигабайта данных. Зато и стоимость у новинки соответствующая около 7 тысяч рублей. Семен Бунт. Семен Бунт. Продолжение следует...